Напоминаем также, что уже завтра можно отправиться в путешествие по нашей республике. На выбор два направления – Сороки и Цыпова. Итак, что же можно будет увидеть там? В Сороках можно посмотреть знаменитую молдавскую крепость, представить себе, как происходил переход через Днестр, войск Петра I, представить себе, какие взаимоотношения между Петром I происходили и молдавским господарем Дмитрием Кантемиром, посмотреть саму крепость, потому что она, конечно, отличается от нашей бендерской крепости по строительству и по расположению. Чем знамениты еще Сороки? Это, конечно же, пребыванием на этой территории большого количества довольно богатых цыган. То есть вот как они строят себе дома, в каком стиле – это все воочию можно увидеть 3 июня. Ну и кроме всего прочего, так как 3 июня – это большой религиозный праздник, День поминовения усопших, перед большим праздником Троица, то мы покажем, конечно же, и Касаутский монастырь. Касаутский монастырь – это старый монастырь, и в основном он выстроен из знаменитого Касаутского камня. Есть такое удивительное место под названием Ципово. Ципово – это уникальное место, дикое место, где довольно много загадок. Загадки связаны с самим местом, потому что, когда уходишь в ущелье, там ты увидишь большое количество нерукотворных пирамид. С этими пирамидами вам расскажут, что связано. Тем более можно посмотреть на долину крокодилов. Можно попробовать, кому нужно – живой либо мертвой водички. Это только в Ципово такое есть. Увидеть знаменитый водопад Орфея, услышать рассказ об Орфее, кто такой Орфей, и каким образом он попал именно в Ципово. Ну и, конечно же, целый ряд скальных монастырей, довольно древних. И, конечно же, увидеть остатки крепости даков. А даки – это предки молдаван. Теперь вашему вниманию культурная программа на предстоящие выходные. Начнем с театрального репертуара. 3 июня в 17.00 мы открываем двери для заключительного спектакля в этом сезоне «Искрометной комедии. Зовите меня, Эва». Кто еще не увидел итальянские страсти, приходите, мы будем рады вам их предоставить. 4 июня в 17.00 премьера прошлого сезона – спектакль «Мартышка». Жизнь, любовь и не только. Великая актриса, и играет ее не менее великая актриса Людмила Брактарова. Катерина Луговцова, молодая актриса, помогает ей воплотить этот образ. В общем, спектакль «Мартышка» – паранормальное явление, паранормальная актерская жизнь. Ждем вас с удовольствием посмотреть этот паранормальный спектакль. 4 июня приглашаем провести время в компании умельцев из творческого клуба «Колорит». Мастер-класс традиционно пройдет в Центре досуга молодежи «Юбилейный» – начало в 11.00. Записаться на мастер-класс и узнать все подробности вы можете по номеру 3-7-58-651. Теперь о музыкальных событиях ближайших дней. Сначала приглашение из Дома народных традиций «Ремесел». 4 июня в 12.00 в Тираспольском Доме народных традиций и «Ремесел» состоится отчетный концерт народного хора русской песни «Родные напевы» под названием «Лейся песня». Приглашаем дорогих зрителей послушать замечательные и любимые всеми песни в хоровом исполнении. Теперь внимание на афишу Дворца Республики. Там 9 июня в 18.00 пройдет большой юбилейный концерт. Вход бесплатный, пригласительный, можно получить в кассе Государственного культурного центра. Это неординарное событие, 50 лет творческой жизни. Не у каждого артиста бывает такой праздник, не у каждого артиста есть такая дата. Это заслуженный деятель искусства Мимей Валентин Иванович, дирижер оркестра и конференция Юрий Павлович Кудельский. Музыка будет очень разная, потому что произведения будут начиная от классики, заканчивая джазом. То есть и популярные, и рок-произведения будут. В направлении моря будет показано и будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова